всем привет дорогие друзья с вами Артём и сегодня будет небольшая тема на пилке для лунзика или про сам лунзик никому не имею это не секрет что он существует такой облик и я думаю каждый пили ну по крайней мере в школе на трудах мы точно пили это я уверен но всегда была такая проблема были по крайней мере у нас было две разновидности пилок то есть обычные пилки с зубчиками да и когда ты пилил ты не знал когда ты можешь сломать то есть пили себе спокойно потом бах и сломал или другая пилка алмазный это еще хуже то есть ты пилишь да весь этот алмаз там абразив он весь слазит остается только проволок в итоге ты не пилишь о жгешь дерево мы сегодня мы попробуем исправить эту проблему старый дедовский метод заговорить для этого нам понадобится нам понадобится такая вот проволока вязали ну или что-то похожее только не алюминиевый алюминиевый это самое ужасное можно проволоку найти в строительных магазинах или соседа попросить прочее вот добыли проволоку теперь мы ее сгибаем берем молоточек нам для этого еще понадобится наковальня то есть мы будем выпрямлять саму торпу маленько подвык уже лучше примеряем клобзи вот примерно примеряем так не чаем так палец и поставляем и вот сюда да вам еще нужны пассатижи еще понадобится на желтку вот значит мы сделали да в этом облике стоит самодельная пилка здесь вам видно вот она самодельная сейчас я сделаю еще одну чтобы вам наглядно это показать вот теперь примерили все отрезали значит и начинаем колотить кстати для наковальни пойдет и даже например обычный молоток то есть можно взять молоток другой положить на него и сверху колотить так что вот я буду наковальнику на рельсе вот ну что-то типа того такого вот она у нас располагалась теперь маленький подгибаем он всплывет вот принципе готов вот у нас юг такая уже это уже пак ну покажет полотно без зубов сейчас будем делать зубья для этого надо тереть и чески на самая главная проблема у каждого есть чески можно как раз таки выполнить волну это на холодного лесу в принципе на эту волну можно закрыть глаза на особо ничего такого не помешать в общем очень берем это полотно и небольшой минимального так нажимаем теперь подружку и сначала переводить лучше найдите пилку вот такую с напылением или вы можете обычным полотном потом наклоняем так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что в итоге у нас получилось. Конечно, не идеально. Конечно, это пойдет для пили. Естественно, чем тоньше и меньше зуб, тем легче и чище будет лес. Я думаю, вот такой вот вариант с этим. Так, сейчас сниму старую пилку. Как я сделал еще вчера. Для хорошего умения можно даже закалить. Я не знаю, получится ли так просто. Калить. Так. Вот, жестко подтягиваем. Потом. Веду. Чуть-чуть нажимаю. Вот. У нас... Вот. Как установить? Главное, пожестче. Пилка у нас установлена. Да, учитывайте, что вы отмерите и будете колотить, ну, чтобы пилка была, ну, как бы, не круглая, а плоская. Она будет растягиваться, естественно, по закону физики. Она начнет растягиваться. Ну, вот сейчас будем пробовать. В качестве эксперимента планировать. Я не знаю, сколько миллиметров у меня как-то вообще-то не хочу. Если что, вот. Да, сам. Смотрите. Ну, там видно. Ну, там видно. В поворот и входят. Ой, поворот не трясти. Она вот в поворот входит. Но при этом пилочка, вот она, конечно, вот что. Поэтому надо ее хорошенько натягивать. Так, конечно, метод хороший, рабочий. Так. Сейчас мы пилочку подтянем маленько. У нас подрастянулось. Сейчас мы ее хорошенько подтянем. Вот, все, можно пилить. Вот мы сейчас узрели, чтобы пилка все-таки сломалась. Да, бывает и такое, но она так крепенькая. Но все же, она хорошая. Хорошая. Вот она отпилила. Так, не знаю, как вам показать частоту. Вот так вот. То есть, частота реза достаточно неплохая. И это самодельная пилка. Вот это самое. Но пилка я все-таки смог сломать. И с дурью можно любую пилку сломать. Знаете, в чем прикол? Когда ты пилишь, ты же не видишь, как ты пилишь. И резко в поворот ходишь, и ты ломаешь. Тем самым получаешь травму. В общем, вот такая вот самоделка. Вот такая вот пилочка. Так что, вот, берите на вооружение. Это самый лучший способ. И я думаю, хватит этого вам надолго. Ну и вот так вот. С вами был Отом. Подписывайся на мой канал. Пишите комментарии. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Спасибо, пока.